Лето в этом году выдалось почему-то гораздо более приятным и удачным, нежели в прошлом. Этим летом и небо было голубее, и облака белее, и птички пели как-то более оживлённо и красиво, нежели тогда. Марина уже готовилась к тому, что, когда наступит осень, она будет с большой и приятной ностальгией вспоминать эти летние деньки, проведённые с семьёй на даче. Как только отмечающий число квадратик на календаре передвинулся на июнь, сразу же семья Петровых начала собирать вещи, чтобы покинуть дом на пару летних месяцев и пожить на благоустроенной красивой даче, которую они купили ещё несколько лет назад. Вячеслав Петров, супруг Марины, услышав идею провести лето на даче, тут же обеспокоился тем, что квартира на всё это время останется без присмотра. Слава по натуре своей был, если можно так выразиться, параноиком, хоть и не очень ярко выраженным. Каким-то чудным образом любимая жена смогла переубедить супруга, заверив его в том, что с квартирой ничего страшного не случится. Как минимум не случится потому, что она располагается на пятом этаже, и никто в здравом уме не полезет по балконам и карнизам на такую высоту, а дверь, которую они только недавно заменили, практически невозможно взломать. Вещи были собраны в течение пары дней. Это было несколько крупных сумок, вплотную набитых одеждой и прочими очень нужными вещами, которые могли бы пригодиться в повседневной жизни. Марине как-то по-особенному заморачиваться с выбором вещей не приходилось. Единственное, над чем ей действительно пришлось подумать, брать ли ей более-менее тёплую одежду на какой-нибудь экстренный случай в виде грозы. А вот Славику пришлось знатно попотеть, чтобы собрать свою сумку. Ведь в таком длительном путешествии, пусть и к себе во второй дом, много чего могло пригодиться, начиная какими-нибудь банальными вещами по типу бритвенного станка и лезвий или тактического мультитула, который подарила ему Марина на 23 февраля, заканчивая инструментами для ремонта автомобиля. Их сын, Коля Петров, которому вот-вот должно было исполниться 15, и свой день рождения он как раз планировал отметить на даче, тоже особо не парился с выбором вещей. Всё, что в первую очередь могло потребоваться подростку, это только его личный ноутбук и зарядка к нему, а всё остальное уже второстепенно. 12 июня, прямо в день Всероссийского праздника, семья Петровых выехала из города и попрощалась с этими серыми многоэтажками и асфальтированными трассами на два, а может и больше месяца. Ощущение, которое испытывали все трое, было таким новым, оттого ещё более завораживающим. Это беззаботное ощущение предстоящего отдыха, который должен или даже обязан был стать лучшим отдыхом за этот год, вызывало невольную улыбку на лице, что у родителей, что у сына. Хотя Коле особо не было разницы, где он будет играть в компьютерные игры, дома или на даче. Но мальчик всё же был не очень равнодушен к природе, и сама мысль о том, что в ближайшие несколько месяцев он сможет насладиться практически нетронутой природой, тоже его радовала. Путь был относительно долгим. Дача располагалась в дачном посёлке, а расстояние до него почти достигало 350 километров. Поэтому ехать семье предстояло практически весь день. Если бы не многочисленные пробки на оживлённой трассе, через которую пролегал их путь, они бы точно добрались быстрее. И снова пробка. Пробормотал себе под нос Славик, подъезжая к остановившейся на дороге машине сзади. Затем Слава немного высунул голову в окно и посмотрел вперёд на тянущийся куда-то вдали ряд автомобилей, с огорчением вздохнул и засунул голову обратно в машину. «Я закурю, никто не против?» — спросил он, смотря сначала на жену, а затем и на сына, который сидел на заднем сиденье и вообще абстрагировался от всего, уставившись в окно и заткнув уши наушниками. Жена отрицательно помахала головой. Возле рычага переключения передач у Вячеслава лежала пачка сигарет с зажигалкой, и он немедленно закурил. Держа руку высунутой в окно, чтобы дым от сигареты не попадал в салон, он молча сидел, откинувшись на спинку своего сиденья. Пробка рассасывалась очень медленно. Они выехали из дома с утра и по расчётам должны были добраться до своей дачи к 7 часам вечера, но теперь все трое понимали, что, скорее всего, к пункту назначения они приедут ближе к 9. И это при том условии, что впереди их не будет ждать ещё 10 пробок. Спустя минут 40 эта длинная, как казалось вначале, бесконечная пробка всё же рассосалась, после чего иномарка семьи Петровых свободным ходом поехала по автотрассе, обгоняя немногочисленные автомобили. Они успели добраться до дачи к 8 часам. Чуть позже, чем планировали изначально, но и чуть раньше, чем планировали, уже в процессе езды. Территория этого дачного участка была не очень большой, но достаточно красивой и благоустроенной. Сам же дом был средних размеров. Здесь, за исключением ванной и кухни, было 4 комнаты, две из которых находились на втором этаже. Также балкон и очень уютная веранда, на которой можно было бы собраться вечером, смотреть на красивый оранжевый закат вдали и пить какой-нибудь холодный лимонад. Хотя в мыслях Вячеслава вместо лимонада в руке должна была быть стеклянная бутылочка холодного пива. Только подъехав к даче, Марина со Славиком поняли, что их сын задремал в пути. Но разбудить его не составило труда. И когда парень проснулся и узнал, что они уже приехали, отреагировал так, словно у него с плеч упал огромный камень. «Наконец-то!» — с облегчением сказал Коля, выбираясь из машины. «Наконец-то мы приехали!» «Да», — с улыбкой на лице проговорил Вячеслав, открывая калитку. «Наконец-то сможешь нормально выспаться в кровати, а не на заднем сиденье. Тебя там не укачало?» «Не, не укачало», — помахал головой Коля. «Да и какая вообще кровать? Я-то спался на сутки вперёд. Так что, мама-папа, пожалуйста, не ругайте меня, если я к утру всё ещё не смогу заснуть». «Ладно, не будем», — рассмеялась Марина. «На первый раз так уж и быть простим. Кстати говоря, никто есть не хочет? Я была бы не против сейчас перекусить. Может, для начала в дом войдём?» Теперь Славик с небольшим шумом открывал ворота, чтобы загнать машину во двор. «Не будем же мы под калиткой собственной дачи ужинать». «Тоже правильно. Но, ребят, просто учтите, что у нас в сумке лежит много контейнеров с едой. Я успела нарезать колбасы, сыр и овощи с фруктами, так что если кто-то захочет поужинать, то смело говорите мне». Ночь на дачном участке прошла более-менее спокойно. Единственное, что очень напрягало и мешало спать, так это, пожалуй, комары, вечно жужжащие над ухом и слетающиеся на каждый звучаемый, чем угодно, лучик света. Вячеславу то и дело приходилось шлёпать себя то по руке, то по ноге, чтобы назойливые насекомые наконец-то отстали от него. «А мы взяли мазь от комаров?» спросил он у Марины, уже засыпая. «А вот про это мы и забыли». Ах, но проговорила женщина. «Ладно, нам нужно перетерпеть всего одну ночь, Слав. Завтра, если что, можно будет сбегать в магазин и купить её». «Не можно, а нужно», — ответил супруг и перевернулся на другой бок. Пришлось натягивать плед повыше к голове, чтобы хоть как-то укрыться от стаи комаров, которых в темноте совсем не было видно. Коля же действительно всю ночь не спал. Выспавшись в машине, ночью он не ощущал вообще никакой сонливости и всё это время суток провёл, сидя в гостиной с ноутбуком на коленях. Утром Вячеслав, наверное, впервые в жизни проснулся раньше своей жены. Он спал бы гораздо дольше, потому что его обычная норма сна составляла 9 часов, так он ещё и устал в дороге, так что если бы его не потревожило несколько неожиданных звонков от его мамы, то спал бы он часов 12, не меньше. Но мама, которая в это утро показалась ещё более назойливой, чем ночные кошмары, вообще не собиралась отступать. Проигнорировав первый звонок, Славик был обречён на то, чтобы перетерпеть ещё несколько. Мама мужчины, которой было уже за 65, к этому возрасту стала гораздо более назойливой, чем ещё несколько лет назад. Наверное, сидеть на пенсии ей было банально скучно, поэтому приходилось навязываться даже собственным детям. Ещё недавно, позвонив один раз, она писала СМС-ку о том, чтобы ей перезвонили по возможности. Но теперь же она звонила, что называется, до Талова, пока не возьмут трубку. Третьего звонка подряд Вячеслав не мог проигнорировать. Глаза открылись очень тяжело, и даже не с первой попытки. Рука сама тянулась к телефону, но не для того, чтобы взять трубку, а чтобы поставить мобильник на беззвучный режим. До момента, пока Слава не взял в руки телефон, он не знал, кто ему звонит. Было очень сильное желание просто отключить его, чтобы поспать подольше. Но увидев, что звонит мама, он был вынужден взять трубку. С тяжёлым глубоким вздохом он всё же провёл пальцем вверх по экрану, и звонок состоялся. «Алло», — сказал он, сонно переворачиваясь на спину с закрытыми глазами. «Привет, мам». «Привет, сынок!» Очень бодро, в отличие от сына, ответила Анфиса Сергеевна. «Ты ещё не проснулся?» Пенсионерка кричала в трубку так, будто они с сыном находились на одном пустом поле, но на расстоянии нескольких сотен метров друг от друга, и чтобы хоть как-то услышать друг друга, необходимо было кричать во всё горло. Но кто же объяснит пожилой женщине, что микрофон в телефоне всё сделает за неё? «Нет, мам», — отвечал Вячеслав, кое-как соображая, что вообще происходит. Его сознание всё ещё находилось во сне. «Я ещё не проснулся». Старался говорить он медленно и членораздельно, понимая, что в таком сонном состоянии его речь звучит максимально запутанно и не связана. Анфиса Сергеевна вполне могла подумать, что её сын с самого утра уже успел выпить, потому что по голосу могло создаться именно такое впечатление. «Так просыпайся, Славка», — усмехнулась пенсионерка. «Уже солнце взошло. Тебе ведь на работу к десяти, не забывай». «Мам», — протянул Вячеслав, снова переворачиваясь на бок. «Мне не надо на работу сегодня. Я хочу выспаться. Зачем ты вообще звонишь в такую рань?» «Как зачем?» — удивилась Анфиса Сергеевна. «Чтобы тебя разбудить. Мало ли, твоя Маринка спит всё ещё и не успеет тебя разбудить. Так что я сегодня временно за неё выступаю». «Меня не нужно будить», — пробормотал Слава. «У меня ещё позавчера отпуск начался, двухмесячный. Мы с Мариной и Колькой уехали на дачу. Мам, мы тут отдыхаем и высыпаемся». В трубке вдруг повисло молчание, которое длилось несколько секунд. Вячеславу, который изо всех сил старался не заснуть, было очень тяжело во время этой паузы, потому что звонкий громкий голос матери хоть как-то пробуждал его. Все попытки контролировать сонливость, мягко говоря, давали очень слабый результат. Каждую секунду Слава чувствовал, что вот-вот заснёт. «На дачу?» — наконец-то сказала Анфиса Сергеевна. «Вы что, серьёзно уехали на дачу?» «Да», — ответил Вячеслав. «Мы уехали на дачу на два месяца». «А кто же за квартирой следить будет, а?» Интонация, с которой был поставлен этот вопрос, сразу же невольно заставила Славика вспомнить школьные годы, когда мать ругала подрастающего сына за пусть и немногочисленные, но всё же получаемые двойки. «За ней не нужно следить, мы всё закрыли. Все цветы у нас искусственные, питомцев никаких нет. Всё нормально с квартирой будет». Вячеслав уже не мог держаться и не помогал даже громкие звонкие голоса Анфисы Сергеевны. С каждой секундой Слава чувствовал всё больше и больше расслабления, и с каждым таким мгновением его словно уносило всё дальше и дальше от реальности, погружая в мир спокойствия, умиротворения и интересных сновидений. «Сынок, а вы будете сильно ругаться, если я к вам на дачу приеду?» — вдруг спросила мама. Прошло пару секунд, и только через это время Слава внезапно почувствовал прилив силы энергии. Глаза распахнулись сами по себе, и он моментально сел на кровати. Пришлось протереть веки сухой ладонью, чтобы они перестали так настойчиво и самовольно смыкаться. «На дачу?» — переспросил он. «Мама, тебе дома не сидится, да?» «А что мне тут дома делать?» Как-то очень слабо, но всё же заметно возмутилась Анфиса Сергеевна. «Я все тут дела по дому уже переделала, а с соседками на лавочке сидеть каждый вечер уже, честно говоря, наскучила. Ничего не происходит, даже поговорить уже и не о чем. А тут я хотя бы с внуком повидаюсь своим. Сколько я его уже не видела? Может, полгода? Славик, я хочу повидаться с внуком!» «Мам, давай я тебе перезвоню», — проговорил Вячеслав. «Сейчас я встану, умоюсь, разбужу Маришу и спрошу, не было ли у нас никаких планов. Посоветуюсь с ней и уже потом перезвоню тебе. Хорошо?» «Ну, посоветуйся. Но учти, что я давно не видела Коленьку». «Хорошо, мам, я тебя понял. Я перезвоню». Не дожидаясь ответа, Слава бросил трубку. Ещё раз протерев глаза, он посмотрел направо, где рядом с ним беззаботно спала его супруга. Теперь он мог почувствовать то, что чувствовала она каждое утро, вставая раньше него на несколько часов. Скинув с себя плед, Вячеслав встал с кровати и направился в ванную комнату, чтобы умыться. После этого Слава решил принять летний душ, который располагался на территории двора дачи, вне дома. Взяв с собой сменную одежду, а также полотенце, Вячеслав вышел во двор. Солнце уже вовсю светило, но утро было прохладным. Видимо, ночью был ветер, либо же просто температура опустилась достаточно низко, отчего только недавно взошедшее солнце всё ещё не успело согреть землю. Облаков на небе было совсем немного, и Вячеслав уже начинал понимать, что сегодняшний день будет по-настоящему жарким, и именно поэтому прохладный летний душ с самого утра будет очень кстати. Прежде чем идти в душ, Вячеслав, как истинный курильщик, просто обязан был закурить. Сигареты лежали в прихожей на небольшом подоконнике. Там же стояла и пепельница, но она была сейчас не нужна. Протянув руку через открытую дверь и разрывая защитную занавеску от мух и комаров, которая была на магнитиках, Слава нащупал на этом самом подоконничке пачку и зажигалку. Закурив, он начал довольно оглядываться по сторонам. Славик почему-то редко это показывал, да и говорил нечасто, но он, как и его сын, тоже любил природу. Наконец-то появился хороший шанс отдохнуть от извечной городской суеты и шума, которые так сильно ежедневно давили на голову, и просто послушать утреннее чириканье птичек, насладиться прохладным ветром, который нёс с собой только свежий воздух без примесей выхлопных газов автомобилей, а также с удовольствием, сидя на веранде, вслушиваться в шелест листьев деревьев. Замечтавшись, Слава и не заметил, как его сигарета практически полностью истлела. Затушив окурок о землю, Вячеслав выбросил его куда-то в траву, а сам пошёл в летний душ, как изначально и планировал. Шёл он к нему очень радостной походкой. Утренний звонок Анфисы Сергеевны сам по себе вылетел из памяти. В душе Слава провёл не очень много времени, ему хватило менее 20 минут, чтобы как следует освежиться и привести себя в хорошее, бодрое состояние. Холодная вода очень хорошо пробуждала, поэтому из душа он вышел в ещё более приподнятом настроении, глаза уже не слепались сами собою, а голова не клонилась на бок. Войдя в дом, Вячеслав тут же услышал, как его зовёт его супруга. «Славик!» — крикнула она откуда-то из кухни. «Славик, иди сюда!» Вячеслав поспешил войти на кухню. Там сидела Марина и пила кофе, положив одну ногу на другую. Она уже успела умыться и одеться, и, в принципе, тоже была в довольно бодром состоянии. Но чтобы окончательно взбодриться, она всё же предпочла выпить кофе, нежели сходить в холодный, освежающий душ. «Доброе утро!» — сказала она, делая глоток горячего, тонизирующего напитка. «Я бы всё ещё спала, если бы у тебя громкость на телефоне была чуть поменьше». Что случилось? — удивился Вячеслав, щупая чайник рукой. Когда он почувствовал, что чайник горячий, он тут же убрал от него руку и потянулся к настольной стойке с кружками. «У меня будильник играл?» «Нет», — покачала головой Марина. «Тебе звонила твоя мама. Я думала, что ты вышел покурить, но когда увидела, что тебя нет на крыльце, то сразу поняла, что ты пошёл в душ. Я на тот момент уже с ней разговаривала и думала, что смогу передать тебе трубку, но потом пришлось поговорить с ней самой. «Я же с ней уже разговаривал», — нахмурился Славик. «Она звонила мне минут за десять до того, как я ушёл в душ. Я бы тоже до сих пор спал, если бы не её утренние звонки. Что она хотела?» Она спрашивала, не посоветовались ли мы ещё по поводу её приезда. Голос Марины звучал достаточно спокойно, из-за чего Вячеслав тут же сделал вывод, что к этой новости супруга отнеслась довольно спокойно. Но он сам всё ещё не мог определиться, хочет ли он видеть на даче свою маму, с которой он действительно довольно давно не виделся, или нет. «Она мне то же самое говорила, когда меня разбудила», — ответил Вячеслав и, взяв в руки кружку с только-только заваренным горячим кофе, сел за стол. «Давай советоваться тогда». Я пообещал ей, что скажу, когда мы договоримся. «А о чём здесь договариваться?» — удивилась Марина. «Я думала, что ты уже чётко настроен, чтобы она приехала, а теперь тебе нужно просто переубедить в этом меня. Разве нет?» «Нет», — отрицательно махнул головой Вячеслав. «Я реально хочу посоветоваться с тобой. Я сам не знаю, как мне к этому относиться. Вроде у нас семейный отдых, но и маму я не видел давненько». «Если ты хочешь знать моё мнение, то я не против», — спокойно ответила Марина. «С мамой ты действительно давно не виделся, да и я тоже. И Коля тоже. Пусть приедет бабушка на пару дней, повидает своего внука». «Кстати, а где Коля?» — спросил Славик, и начал демонстративно оглядываться по сторонам. «Я его что-то сегодня не видел». Он всю ночь сидел в своём этом ноутбуке в гостиной, а под утро ему спать захотелось. Опять он себе режим сбивает, и я боюсь, что налаживать ему его будет очень трудно. «Ничего, ничего», — махнул рукой Славик. «Если надо, поможем. Можно будет запланировать какой-нибудь совместный поход куда-нибудь, а время выбрать пораньше. Только главное — его завлечь этим походом. А если завлечь получится, то он сам подскочит, как миленький, со своей кровати и побежит с нами, даже несмотря на то, что поспал всего пару часов». Марина рассмеялась. Допив кофе, Вячеслав взял телефон и набрал номер Анфисы Сергеевны. Он, конечно, всё ещё сомневался в правильности такого решения, но всё же оправдывался тем, что давно не виделся со своей пожилой мамой, да и она давненько не видела внука. Мама ответила на входящий звонок очень быстро. Прошло всего пару гудков, как тут же в трубке послышался запыхавшийся голос Анфисы Сергеевны. «Алло!» — воскликнула она, переводя дыхание. «Алло, сынок! Я здесь, да!» «Алло, мам!» — спокойно проговорил Слава. «В общем, мы посоветовались с Мариной. Никаких планов у нас пока нет, поэтому можешь смело к нам приезжать. Ты же помнишь адрес нашей дачи?» «В смысле?» — удивилась Анфиса Сергеевна. «Я думала, ты меня заберёшь. Сынок, у меня-то денег совсем немного. Сейчас на такси тратить очень дорого выйдет. А у тебя вообще нет возможности за мной приехать, да?» Вячеслав прекрасно понимал, что в таком возрасте у довольно многих пенсионеров просыпается чувство, как будто им все что-то должны, причём должны только из-за их возраста. И он всегда старался относиться к таким людям со спокойствием, потому что их субъективное ощущение превосходства над более молодыми людьми его вообще никак не касалось. Но когда таким человеком становится собственная мама, начинаешь уже по-настоящему задумываться о том, как ты относишься к такому поведению. «Мам», — протянул он, пытаясь контролировать свои негативные эмоции, чтобы, не дай бог, этот разговор не превратился в перепалку, после которой ему потом было бы очень стыдно. «Это, во-первых, займёт очень много времени, потому что, чтобы забрать тебя, мне нужно возвращаться через пробки в город. Во-вторых, это займёт очень много бензина, потому что в пробках придётся долго стоять. У меня тоже столько времени и ресурсов нет, чтобы быстренько приехать и забрать тебя. А если я сейчас поеду, то приеду к тебе, скорее всего, только ближе к ночи. А сюда мы вернёмся вообще завтра к обеду. Разве ты не хочешь приехать побыстрее?» Снова в трубке повисло молчание. Анфиса Сергеевна ничего не говорила, но Вячеслав слышал её тяжёлое дыхание. Видимо, она куда-то быстро шла, либо же взяла небольшой отдых во время какой-то интенсивной работы. Вряд ли старушка в таком бодром расположении духа страдала от какого-то заболевания, потому что, как минимум, Вячеслав бы сам об этом знал. Его мама была настолько говорливой и любила поболтать, что обязательно рассказала бы об этом своему сыну. «Сынок», — как-то опечаленно проговорила она. «А как же? Неужели там такие сильные пробки?» «Да, мам», — подтвердил Слава. «Мы вчера сюда ехали, и половина всего пути стояли в пробках, поэтому гораздо быстрее и экономнее, мам. Тебе будет приехать сюда на такси, либо же на маршрутке, хотя маршрутка будет дольше». «Эх, ладно», — сказала мама. «Ну, тогда ждите меня сегодня к вечеру. Вещи я уже начала собирать, а сейчас, когда ты позвонил, присела отдохнуть. Представляешь, сынок, я ведь в магазин вышла, а там с самого утра Зинаида Павловна с Георгиной Николаевной сидели на скамеечке. У них девочки, внучки их на площадке играли. И они как услышали, что я к вам уезжаю, чуть со скамеек и не попадали, представляешь?» Она рассмеялась. «Говорят, мол, куда ж тебе в такую дали ехать?» «Хорошо, конечно, что там природа, но очень, понимаешь ли, далеко. Да и где ты там ночевать будешь, спрашивают». «Хорошо, мам», — перебил Вячеслав. «Давай ты расскажешь об этом, когда приедешь. Мне сейчас не очень удобно слушать эти очень интересные истории, поэтому отложим этот момент до твоего приезда». «Ладно, сынок», — ответила Анфиса Сергеевна. «В таком случае пошла я дальше вещи собирать. До связи». Если бы Вячеслав не прервал рассказ пенсионерки, это могло бы затянуться как раз до вечера. Анфиса Сергеевна очень любила поболтать, а в последнее время, когда на пенсии ей уже изрядно наскучило, эта любовь к болтовне очень сильно обострилась. Вячеслав был из тех людей, кто не любил многословие, сплетни и всё в этом духе, поэтому мог разговаривать со своей мамой, только хорошо набравшись терпения. Славика очень удивил тот факт, что его мама начала собирать вещи в поездку ещё до того момента, как он ей позвонил с приглашением. Значит, звоня ему с самого утра, она уже была настроена на то, чтобы приехать к ним, и, как он понял, её вообще не заботило, как они к этому отнесутся. «Мамы, что с этим поделаешь?» Когда машина такси уже была в пути и направлялась по адресу дома Анфисы Сергеевны, она вновь позвонила своему сыну, чтобы уточнить адресы их дачи в посёлке. Её два чемодана уже были собраны, и она, вызвав такси, начала понемногу перетаскивать их к подъезду. Если бы на лавочке во дворе в это время не сидели две её старые подруги, которые присматривали за своими внучками, играющими на детской площадке, Анфиса Сергеевна, скорее всего, была бы вынуждена тащить оба тяжёлых чемодана сразу, надрывая свою уже начинающую болеть от старости спину, поскольку боялась бы, что её вещи кто-нибудь украдёт. Такси вскоре подъехало. Из автомобиля вышел молодой парень с щетиной на лице, которому по внешнему виду было лет 25. Был он довольно подкачанным молодым человеком с идеальными, как показалось пенсионерке, бровями и чертами лица, тёмными, как смола, волосами. Водитель был довольно привлекательным молодым человеком, и старушка почему-то сразу поняла, что может доверять этому человеку свою жизнь на время поездки. «Здравствуйте», — улыбнувшись и приподнимая солнцезащитные очки на лоб, проговорил водитель. Затем он увидел, что у Анфисы Сергеевны стоят два чемодана, и предложил свою помощь, погрузив вещи в машину вместе с пареньком, которого, как выяснила Петрова старшая, звали Родионом, пенсионерка села в автомобиль на заднее сиденье справа и, дождавшись, пока в машину сядет и молодой водитель, сказала ему адрес. «Куда?» — удивился Родион, повернув голову через плечо и посмотрев назад очень удивлённым взглядом. «Далековато вам, конечно». «Я к детям своим еду», — объяснила Анфиса Сергеевна. «У них там дача находится, и они туда отдыхать поехали. А я посидела, подумала, а потом решила, что тоже туда хочу. Посоветовалась с сыном, а он мне и сказал, чтобы я приезжала. Такая я счастливая». «Это хорошо», — улыбался молодой человек, выруливая со двора. «Хорошо вообще, когда семья в полном сборе собирается, не так ли? Можно собраться всем вместе, пожарить шашлыки, да ещё и на природе». «Да», — как-то грустно, но одновременно с тем радостно произнесла Анфиса Сергеевна. «Давненько я ещё и внука своего не видела. Ему уже 15 лет. Молодцом парнишка растёт. Настоящим молодцом. Всё в компьютерах своих сидит, что-то там делает. Наверное, программистом станет. Я-то, знаете ли, Родион, очень плохо в этом соображаю. Но вот внук мой хорошо в этом понимает. Вся надежда на него». «Это да», — ответил водитель. «Сейчас в свете за компьютерами будущее. Поэтому молодому поколению нужно этим заниматься, обязательно. Да и в стране сейчас дефицит кадров огромный. Вы же знаете, какие зарплаты программистам сейчас предлагают. Это просто с дуба рухнуть можно. Я тоже когда-то программированием увлекался. Сидел, какие-то циферки строчил в компьютере. Но это ещё в детстве было, когда мне 14 или 15 было. Нолики и единички. Наверное, из меня бы тоже какой-нибудь толковый программист вышел бы. Да только забросил я это дело». Анфиса Сергеевна практически сразу же увидела в молодом таксисте какую-то родственную душу и поняла, что с этим человеком в поездке ей будет не скучно. Родион явно очень любил поболтать, как и большинство таксистов, и пенсионерку очень обрадовал этот факт. Значит, он будет хорошим слушателем всяких её жизненных историй. Мысленно она уже даже составила план разговора на всю поездку, намеревалась рассказать обо всём, что только знает. Она уже воображала, как она рассказывает ему какую-нибудь удивительную историю о её соседке, у которой внучка уехала куда-нибудь учиться, а там у неё прогорела квартира, и по итогу эта самая внучка вынуждена скитаться по съёмным квартирам, ютиться у подружек или ночевать у каких-нибудь сомнительных парней. И она не сомневалась, что таксисту будет очень интересно выслушать это всё. Родион же, который действительно был довольно приятным в общении и говорливым парнем, поначалу активно поддерживал разговор с Анфисой Сергеевной. В ответ на её истории он приводил в пример какой-нибудь свой опыт, либо же просто высказывал ей своё мнение по тому или иному поводу. И поначалу первые несколько часов поездки активный диалог с пожилой пассажиркой реально помогал времени течь быстрее, оттого и поездка казалась более быстрой и интересной. Но постепенно интерес таксиста начал спадать, и через несколько часов он уже как-то нехотя слушал рассказы своей пассажирки. Он даже попытался включить радио и поймать волну какой-нибудь радиостанции, по которой крутили бы старые песни. Чтобы дать Анфисе Сергеевне возможность насладиться музыкой её молодости, поностальгировать и хоть на какое-то время замолчать. Но ничего не вышло. Таковых радиостанций парень не нашёл, поэтому просто оставил музыку играть фоном. Ещё через какое-то время, когда они преодолели уже почти половину пути, Родион начал изрядно уставать от нескончаемой болтовни Анфисы Сергеевны. Теперь он уже вообще не хотел поддерживать диалог с ней, но и прямо просить её замолчать тоже посчитал очень некрасивым поступком. Всё, что ему оставалось, это лишь тихонько и еле слышно поддакивать, в конце каждой её истории ничего не рассказывать в ответ. Да и он не особо старался её слушать. От звонкого голоса Анфисы Сергеевны у молодого водителя начинала болеть голова. Но, пожалуй, самым большим несчастьем таксиста в пути стала пробка. Она была длиной в несколько сотен метров, и стоять в ней пришлось бы явно очень долго. И всё это время он опять же был вынужден слушать Анфису Сергеевну, которая продолжала и продолжала тараторить, словно вообще была обделена способностью к эмпатии. Уже стемнело. Машина свободно ехала по трассе в сторону дачного посёлка. Анфиса Сергеевна, на огромное счастье таксиста, понемногу начинала успокаиваться. Её речь была уже не такой активной, было видно, что пенсионерка сама уже подустала постоянно разговаривать. Но тут, вспомнив, что её должны встретить, она медленно достала телефон из кармана и позвонила Вячеславу. «Алло!» — воскликнула она спустя минут пятнадцать исключительной тишины, чем сильно обеспокоила Родиона, который подумал, что сейчас всё начнётся заново. «Славик, добрый вечер! Я уже подъезжаю к дачам. Пожалуйста, минут через двадцать или тридцать выйди и стреть меня с чемоданами. Мне очень тяжело будет их тащить». «С чемоданами?» — неподдельно удивился он. «Ладно, я думал, ты приедешь налегке. Во всяком случае, возьмёшь с собой максимум один чемодан, но не несколько». «Сынок, я подумала, что лучше мне будет у вас подольше задержаться. Я так давно вас не видела, да и по природе соскучилась. Кстати, ты знаешь, Славик, мне тут такой хороший водитель в такси попался. Мы с ним так хорошо разговаривались, прям по душам. А ещё…» Вячеславу пришлось встать с удобного и мягкого дивана, на котором он сидел в гостиной и бездумно листал ленту в социальной сети, и выйти на улицу, чтобы встретить свою маму. Улица, которая была обличена мраком и темнотой, и единственным источником света в округе была лишь лампочка, которая включалась изнутри дома Петровых, кишала всякими противными насекомыми, в частности, комарами, которых Славик просто ненавидел. Марина в это время тоже сидела в гостиной и смотрела какое-то кино по телевизору. Это был до боли приятный вечер, который так хорошо проходил, да ещё и в такой уютной обстановке. Свет в гостиной был погашен, и лишь несколько источников света не давали комнате погрузиться во мрак. Работающий телевизор и напольный светильник в углу комнаты, который освещал стены вокруг себя, тускловато-жёлтым светом. Атмосфера, в которую была погружена комната, была очень притягивающей и завораживающей, и её вообще никак не хотелось терять. Но когда Вячеслав, вздыхая, начал вставать с дивана, чтобы пойти и встретить Анфису Сергеевну, Марина начала понимать, что этому приятному вечеру, который они проводили в тишине, но тишина эта не создавала никакой неловкости, а наоборот, олицетворяла спокойствие и безопасность, пришла пора заканчиваться. Сейчас должна была появиться на пороге их дачи свекровь, которая даже своим присутствием уже поменяла бы приятность этого вечера. Но всё же Марина была не против. Она надеялась, что атмосфера, которая создастся, когда Анфиса Сергеевна уже будет здесь, будет не менее приятной и душевной, чем та, что царила здесь сейчас. «Бабушка приехать должна, да?» — вдруг спросил Коля, который сидел в кресле, что стояла в углу комнаты с ноутбуком на своих коленях. «Да», — кивнула Марина. «А почему ты так беспокойно об этом спрашиваешь?» «Мам», — вздохнул вдруг сын, опуская крышку ноутбука и убирая его в сторону. «Если ты хочешь знать моё мнение, то знай его. Бабушка чересчур болтлива. Вы с папой прекрасно знаете, что я не люблю этот бесконечный шум и гам, потому и редко ездил с вами к бабушке. Когда она рядом, никакого спокойствия не приходится даже ждать, даже мечтать о нём». «Сынок, ну и ты пойми нас с папой», — попыталась как-нибудь взять ситуацию в свои руки Марина. «Всё-таки бабушка тоже умеет скучать, умеет любить. Да, она не всегда такая, какой мы хотели бы её видеть, но разве не в этом заключается вся прелесть? Тебе стоило бы принимать бабушку такой, какая она есть. Она ведь любит тебя». Марина всегда старалась общаться со своим сыном так, будто ему столько же лет, сколько и ей. Парень с самого раннего возраста действительно начал активно взрослеть в психологическом плане и уже даже в 11 лет мыслил совершенно не на 11. «А толку от этой любви, если она мне неприятна?» Вдруг психанул Коля, вставая с кресла. «Мам, пожалуйста, если бабушка спросит, то ответь ей, что я сплю. Я завтра с ней поздороваюсь, а сейчас я пошёл на второй этаж в свою комнату». Уже на выходе из гостиной парень вспомнил, что его ноутбук остался на журнальном столике рядом с креслом, где он сидел. Поэтому он резко развернулся, забрал ноутбук, после чего так же быстро, а может и ещё быстрее, покинул первый этаж. Марина услышала, как сын тяжёлыми шагами взбирается по ступенькам на второй в свою комнату. С огорчением вздохнув, она не придумала ничего лучше, как просто смириться с таким поведением сына, списав всё на переходный возраст. Возможно, где-то в глубине души она и сама понимала, что свекровь много в чём её не устраивает. Но она искренне старалась смириться с этим и принять Анфису Сергеевну такой, какая она есть. Ведь родственников не выбирают. Уже через 15 минут входная дверь в дом открылась, и где-то в стороне прихожей послышался шорох, после которого Марина сразу услышала голос родной свекрови. «Сынок, это такой хороший таксист. Жаль, я не успела взять у него номер, чтобы договориться с ним, чтобы он вёз меня обратно. Как я поняла, он даже скидку мне сделал, потому что мы с ним такими родственными душами стали за это время». «Видел я, какими вы родственными душами стали», — усмехнулся Вячеслав. «Настолько родственными, что он с такой скоростью развернулся и дал по газам отсюда, с какой даже самые быстрые гонщики на соревнованиях не ездят. Это, наверное, для того, чтобы ещё роднее друг другу не стать, да?» «Сынок, ты всё любишь преувеличивать», — воскликнула Анфиса Сергеевна. «Мы, правда, так сдружились. Я ему столько всего рассказала, ну столько всего. А сейчас, Славик, я хотела бы увидеть свою любимую сноху и своего ещё больше любимого внука Коленьку. Они ведь ещё не спят, правда?» Коленька уже ушёл спать, — улыбаясь, спокойно произнесла Марина, которая специально вышла в прихожую, чтобы встретить свекровь. Она всё же решила встать на сторону сына, ведь если бы она сказала правду, то потом с подростком, который твёрдо стоял на своём, могли бы возникнуть большие проблемы. Так или иначе, доверие к матери у мальчика упало бы. «Мариночка!» — завопила Анфиса Сергеевна, кидаясь на свою сноху с объятиями. «Как же я давно вас не видела! Я так соскучилась! Иди и буди Колю. Говори, что бабушка приехала. Я уверена, он тут же подскочит с кровати и побежит меня встречать». Вячеслав с каким-то подозрением глянул на жену. «Как ушёл спать?» — спросил он недоверчиво. «Он ведь только полчаса назад сидел в гостиной и что-то там опять делал на своём ноутбуке. Разве нет?» Марина немного растерялась, потому что думала, что муж подыграет ей, но быстро взяла себя в руки. «У него голова разболелась», — заверила женщина. «Он попросил, чтобы мы его не беспокоили. Сказал, что, наверное, ему лучше отдохнуть и лечь сегодня пораньше. А потом поднялся к себе на второй и, наверное, уже спит. Анфиса Сергеевна, лучше уже завтра с внуком повидаетесь. Внешний вид у него был реально какой-то нехороший». Свекровь тут же потускнела лицом. Широкая улыбка, которая до этого была на её лице, постепенно сменилась грустью и какой-то тоской. Глаза, которые до этого буквально горели от счастья и радости, постепенно начали превращаться в пустые, и взгляд её постепенно стал таким же. «Жаль», — сухо проговорила она, смотря Марине прямо в лицо. «Значит, бабушка ради него едет очень далеко от дома, чтобы просто повидаться, а он не может с кровати встать. Хорошо. Я, конечно, не злюсь, не подумайте, но я это возьму на заметку». «Что?» — подумала Марина, удивлённо глядя на свою свекровь, но не произнося ни слова. Минут пятнадцать назад она доказывала сыну то, что своих родственников нужно полностью принимать такими, какие они есть, ведь их не выбирают. Неужели теперь ей придётся то же самое доказывать и своей свекрови? Сначала было застолье, за которым наконец-то были обозначены хоть какие-то сроки, на которые Анфиса Сергеевна планировала остаться на даче у своего сына, его жены и своего внука. Она сказала, что намерена остаться здесь подольше, добавив, что рассчитывала хотя бы на двух- или трёхнедельный отдых. Вячеслав охотно согласился с такой позицией своей мамы, и Марина была вынуждена согласиться тоже. Хотя, глядя в его глаза и наблюдая за тем, как меняется выражение его лица, супруга, кажется, понимала, что муж её не очень искренен. Наверное, он просто подавлял в себе те не самые лучшие эмоции, чтобы не портить отношения со своей мамой. И она начала понимать, что для всех троих эти несколько недель будут какой-никакой, а всё же пыткой. Когда они сидели на кухне, Анфиса Сергеевна первая услышала шаги по ступенькам. Она сразу же поняла, что со второго этажа спускается её внук, поэтому поспешила встать из-за стола и буквально ринулась в коридору, чтобы встретить Колю на спуске с лестницы. «Внучок!» — воскликнула она, как только завидела подростка и кинулась к нему обниматься. «Я по тебе так соскучилась, так соскучилась!» Марина с Вячеславом, которые сидели на кухне, даже там слышали причмокивания, с которыми Анфиса Сергеевна расцеловывала Колю. Вячеслав давал понять, что он находит такое поведение своей мамы каким-то милым и вполне себе приемлемым. Марина тоже внешне не показывала никаких опасений, но в душе понимала, что из-за такого поведения у них могут начаться какие-то конфликты. Кто-то рано или поздно уже не сможет терпеть столь навещивое и в какой-то степени даже безрассудное поведение пенсионерки и просто-напросто взорвётся, будучи не в силах себя контролировать. И что-то подсказывало ей, что первым, кто взорвётся, будет именно Коля. Подростки в его возрасте вполне могут обрести в себе смелость прямо высказывать родителям то, что им не нравится. Коля, как думала Марина, как раз был одним из таких, но парень всё же умел более-менее контролировать ход своих мыслей. Он старался никогда не грубить ни отцу, ни матери, но всё же доносил свои переживания предельно чётко и ясно. Эта прямота моментами раздражала Вячеслава, но Марину, наоборот, очень радовала. Марина, наверное, ещё с подросткового возраста на своём собственном примере начала тренировать в себе правильные навыки психологии, поэтому очень хорошо понимала, что прямота и открытость в общении с людьми — это очень хорошо, и такое общение изначально предполагает закладывание фундамента доверия. Вячеслав, наверное, это понимал, но не всегда готов был терпеть, потому что иногда мысли его сына задевали его собственное эго. Буквально через минуту Анфиса Сергеевна вернулась в кухню, но за собой и за руку ввела своего внука. Марина, взглянув сыну в лицо, поняла, что он очень сильно обеспокоен таким поведением. Ей показалось, что подросток действительно спал, потому что вид у него был довольно вялый и сонливый, но даже сквозь эту сонливость и временную несобранность просачивались нотки раздражения. Марине было жаль собственного сына. «Проходи, Коленька», — твердила Анфиса Сергеевна, «сейчас я тебе чай сделаю. Мне твоя мама сказала, что у тебя болела голова. Знаешь, внучок, я тебе могу порекомендовать не спать по вечерам. Когда спишь вечером, а не ночью, голова начинает болеть ещё больше. И поменьше сиди за компьютером. Компьютер — это, конечно, очень хорошо, но он тоже вызывает очень много болезней». «Я знаю, бабушка», — со вздохом ответил внук. «Я прекрасно знаю, что нельзя спать вечером, потому что будет болеть голова. И ещё я прекрасно знаю, что за компьютером подолгу сидеть и нельзя. Мне об этом и мама, и папа уже по сто раз сказали». «Это же хорошо. Всегда нужно слушаться маму с папой. А если слушаться не будешь, тогда в дело уже буду вынуждена вмешаться я. Я не хочу, чтобы мой внук рос каким-то больным». Анфиса Сергеевна посадила Колю на своё место, где она сидела за столом, а сама подошла к плите и пощупала чайник. Электрического на даче не было, поэтому приходилось пользоваться самым обычным классическим чайником. Поняв, что он уже остыл, пенсионерка потянулась к небольшой полочке, на которой лежали спички, и, достав из коробки одну, чиркнула по серии и зажгла конфорку под чайником. «Я, ребята, недавно общалась с одной своей подругой. Славик, ты, может быть, её помнишь? Помнишь, когда ты был маленьким, к нам в гости пару раз приходила тётя Рая? Женщина низкого роста, которая тебя ещё постоянно Славкой звала. Все тебя Славиком звали, и только она просто Славкой. Помнишь?» В ответ Вячеслав молча кивнул головой. «Так вот, она ведь у меня терапевтом работает». «Ну как работает?» «Она уже на пенсии сидит несколько лет, но в прошлом она терапевт с очень большим рабочим стажем. Так вот, она мне говорила, что компьютеры — это всё вред. Это всё зло, потому что там идёт какое-то очень страшное излучение, которое на зрение влияет, и на мозги, и на нервную систему. Поэтому, Коленька, я бы на твоём месте вообще бы в этом компьютере не сидела. Я бы на твоём месте вышла бы на свежий воздух, прогулялась бы по лесу, сходила бы до речки, которая здесь недалеко протекает. Возможно, искупалась бы даже. Ой, как хорошо это всё!» В такие моменты, когда Анфиса Сергеевна рассказывала в очередной раз свою точку зрения практически на каждый вопрос, который она только могла услышать, Марина думала, что пенсионерка говорит искренне, полностью подписываясь под каждым своим словом. И в этот раз, когда она давала наставление своему внуку о полном отказе от компьютера, Марина не нашла в её словах никакого противоречия. Но она обязательно нашла бы его, если бы знала, о чём свекровь разговаривала с таксистом, пока ехала сюда. Анфиса Сергеевна по своей натуре была похожа на какую-нибудь типичную парикмахершу за 40, которая жила в какой-то глубинке и работала в парикмахерской, которая особо не пользовалась никакой популярностью. Среди таких людей очень много тех, кто меняет своё мнение в зависимости от мнения собеседника, чтобы в каждом разговоре оставаться победителем. С одним клиентом подобные парикмахерши, обсуждая какую-то тему, высказываются в одной позиции, но с другим клиентом, который на этот же вопрос смотрит как-то иначе, они рассказывают совершенно противоположное. Это такие люди, которым лишь бы потрепать языком, создать видимость того, что они пытаются сделать какое-то добро, но по факту под своими словами они не подписываются, да и сами слова они несут никакой, хоть даже маломальской серьёзности. Посидев на кухне ещё несколько минут, Коля сослался на вновь разыгравшуюся головную боль и, не дождавшись чая, вернулся в свою комнату на втором этаже. Компания собственной бабушки явно была ему не по душе. Следующий день был для Марины довольно напряжённым. Ещё вчера вечером, точнее даже поздней ночью, когда и она, и Славик уже хотели спать, но были вынуждены продолжать сидеть на кухне и слушать какие-то очень интересные рассказы Анфисы Сергеевны, женщина почувствовала пока ещё слабо выраженную, но уже начинающую набирать обороты неприязнь к свекрови. Понимая, что та просто, что называется, мелит языком, Марина не находила в её словах никакой ценности для себя. И она уже начинала понимать своего сына, Колю, который никогда не любил многословия и, что ещё важнее, пустословия. Конечно, обычные семейные посиделки на кухне за столом, когда у каждого налита чашка горячего чая и каждый с упоением слушает собеседника или рассказывает о чём-то своём, всегда будут иметь место в любой семье. Но когда каждая такая посиделка перерастает в трёхчасовой монолог одного из членов семьи, которого ещё и невозможно чем-либо отвлечь, который вообще не приспособлен к эмпатии, в такие моменты внутри начинает разгораться искорка раздражения, которая очень медленно, но очень верно перерастает в настоящий пожар, который рано или поздно точно вырвется на грани души и всё накопившееся внутри плохое так или иначе выплеснется наружу. Следующий день выдался напряжённым именно потому, что Анфиса Сергеевна продолжала и продолжала безумолку разговаривать. То она общалась с Мариной, то с сыном, который в это время вполне мог быть занят, то с внуком, который в любой момент своего времени так или иначе был занят своими делами, а именно ноутбуком. Безобиднее всего были те моменты, когда свекрови кто-то звонил, либо же она кому-то звонила, и пропадала в этом звонке на полчаса, а то и больше. Она совсем не жалела денег на своём счету и за весь день совершила несколько звонков, которые в сумме длились, возможно, часа два с половиной. Именно в такие моменты, когда Анфиса Сергеевна была отвлечена разговором с кем-то посторонним, она куда-то пропадала, отходила, потому что не любила, когда кто-то подслушивает её разговоры по телефону, давая отдохнуть всей семье. Марина же весь день, стараясь сдерживать себя и не злиться на заскучавшую на пенсии свекровь, которой явно не хватало внимания, параллельно следила за реакцией Вячеслава. Она всё больше и больше начинала верить в то, что слава просто подавляет, скрывает те негативные чувства, которые он так или иначе испытывает всякий раз, когда вынужден слушать одну и ту же историю, которую он слышал уже неоднократно, переслушивать вновь и каждый раз в этой истории невольно находить какие-то новые детали, которых не было прежде. Наверное, от скуки, поскольку непонятно, из-за чего ещё Анфиса Сергеевна, рассказывая одну и ту же историю по несколько раз, каждый раз вставляла туда всё новые и новые детали. И страшным было даже не столько то, что она всякий раз старается что-то приукрасить, а то, что, кажется, она сама начинала в это верить, поскольку рассказывала она об этом с таким упоением и верой, будто всерьёз полагала, что пересказывает всё так, как оно и было. Таких историй, которые Вячеслав уже неоднократно слышал за второй день пребывания его мамы на даче, он услышал немало. И в каждой из них он нашёл какую-то новую деталь, какую-то новую переменную. Марина тоже заметила это. И это ещё больше начинало вызывать в ней раздражение. Она старалась сдерживать себя весь день и особенно старалась делать это как раз в те моменты, когда, занимаясь своими делами, она насильно оказывалась слушательницей свекрови, которая просто подходила к ней в самый случайный момент и начинала что-то рассказывать. И даже тогда, когда сноха просто беззаботно отдыхала, Анфиса Сергеевна всё же находила возможность как-нибудь к ней пристать. Но самое шокирующее, что реально повергло в шок Марину и то, из-за чего она просто не могла больше сдерживать своё недовольство, произошло вечером второго дня. Не сумевшая сделать практически ничего хорошего за весь день, за исключением, пожалуй, только уборки на даче, которую она даже не смогла завершить из-за назойливой свекрови, от которой хоть как-то нужно было укрыться, Марина лежала на диване в гостиной, бездумно глядя в телевизор. Там по какому-то случайному каналу, на который она переключила, показывали какой-то фильм, который вроде как поначалу даже заинтересовал женщину. Но в процессе просмотра она задумалась, впрочем, она и не могла не задуматься, о том, что теперь весь этот ужас ей предстоит ещё несколько недель. Она любила свою свекровь, правда, любила, но такое поведение её, которое повторялось изо дня в день, очень сильно напрягало. И даже отдохнуть от этого не получалось, потому что даже во время отдыха к Марине могла буквально прилипнуть на зойливая свекровь. Анфиса Сергеевна в этот момент сидела на кухне и с кем-то разговаривала по телефону. Наверное, это была одна из её многочисленных знакомых, с которой было просто жизненно важно обсудить что-нибудь, но это вообще не заботило Марину. Она старалась насладиться каждой минутой этого времени, когда свекровь занята своими, если так можно выразиться, делами. Звонкий голос Анфисы Сергеевны каким-то образом пробирался даже сквозь достаточно громко работающие динамики телевизора. И, что ещё удивительнее, даже сквозь мысли Марины. Даже серьёзно задумавшись над тем, что происходит, и плотно погрузившись в себя, женщина продолжала слышать голос свекрови. Поняв, что голос становится всё громче и ближе, Марина тут же опомнилась и огляделась по сторонам. Анфиса Сергеевна, прижав телефон к уху своим плечом, прошла в гостиную, держа в руках тарелку с бутербродами из хлеба и колбасы. «Ага, да, да», — очень уверенно говорила она своей собеседнице. «Да, да, Наташенька, я полностью с тобой согласна. Знаешь, у меня тоже есть кое-какие мысли на этот счёт. Я думаю, что...» И понеслась. Снова эта бесконечная шарманка заиграла, отдавая очень болезненным эхом в голове Марины. Она специально старалась как-нибудь отвлечься от голоса свекрови, всё больше и больше пыталась погрузиться в мысли, но не слышать его не получалось. «Твой сынок — кабель!» — воскликнула Анфиса Сергеевна почему-то как-то очень встревоженно. «Прости, Господи, Наташа, и ты прости, но я говорю так, как оно есть. Твой сынок действительно кабель. Я вспоминаю своего Славика в этом возрасте. Сколько же он девок менял!» Услышав эти слова, Марина ощутила, как постепенно внутри её души разрастаются семена ревности. Даже несмотря на то, что её очень раздражало слушать бесконечную болтовню свекрови, этот разговор она не могла пропустить мимо своих ушей. «Да...» — протянула пенсионерка. «Очень и очень много девочек. Я ему ещё тогда говорила, мол, Славика, степенись. А ему сколько лет-то было? Семнадцать, что ли? Знаешь, Наташка, я, конечно, ни в свои дела не лезу, но поговаривают, что коллега моего Славика беременна, так ещё и от него». «Что?» — мысленно возмутилась Марина, но продолжала вслушиваться. «Да, да», — словно отвечая на мысли снохи, произнесла пенсионерка. «Говорят, мол, он как по молодости у меня кобельком был, таким и остался. И говорят, что он Маринке изменяет». «И вы говорите об этом прямо в моём присутствии», — мысленно возмутилась Марина. Сдерживать свои негативные эмоции уже просто не представлялось возможным. Но и выливать их непосредственно на свекровь почему-то казалось невероятно жестоким методом, который в конечном итоге обернулся бы против неё. В порыве своего гнева она встала с дивана, быстрым и очень напряжённым шагом пошла в сторону выхода из дома. Вячеслав в это время сидел на веранде. Когда он увидел, что его мама разговаривает с кем-то по телефону, он тут же понял, что у него есть очень хорошая возможность провести время этим вечером так, как он давно запланировал. В холодильнике уже ждала купленная сегодня днём и уже вскрытая пачка с бутылками, наполненными некрепким холодным пивом. Взяв пару бутылочек с собой, Слава вышел на веранду, сел за стол и просто смотрел вдаль, думая о чём-то своём, и наслаждался звуками природы. К сожалению, он пропустил закат, которым так хотел полюбоваться, попивая пиво. Но и просто наблюдение за уже покрывшейся пеленой темноты природы его вполне устраивало. Марина оказалась на веранде незаметна для мужа. Задумавшись о чём-то своём, он вообще не заметил, как его жена подошла к нему. Когда он наконец понял, что рядом с ним кто-то находится, он опомнился, пришёл в себя и посмотрел в лицо своей супруги. Оно было настолько разъярённым и раздражённым, что он очень удивился. Вячеслав вообще не мог вспомнить, когда он в последний раз видел свою жену настолько злой. Отставив бутылку с пивом на стол, он немедленно спросил. «Что случилось?» «Передай своей мамаше, что она ночует у нас на даче последнюю ночь», — сквозь зубы проговорила Марина. «И заодно поинтересуйся у неё, какое она вообще право имеет обсуждать тебя же за твоей спиной и рассказывать про тебя и меня какие-то глупости, делая это в моём присутствии». На столе лежала пачка сигарет. Вячеслав как-то с недоверием, глядя на жену, потянулся к ней и достал оттуда одну зловонную табачную палочку. Закурив, он откинулся на спинку пластикового стула, на котором и сидел, а потом, глядя рассеянным взглядом куда-то в потолок, спросил. «Ты мне расскажешь, что опять стряслось?» И Марина рассказала. Она рассказала, что услышала, как Анфиса Сергеевна, разговаривая со своей подругой по телефону, рассказывает о каких-то сомнительных слухах, касающихся её собственного сына. Марина уже не сомневалась в том, что её свекрови лишь бы поболтать, а о чём и о ком — уже второстепенное, если не большее дело. Руководствуясь исключительно своим желанием поговорить, она совсем забыла о совести и морали, а потому свободно и очень спокойно рассказывала о том, что у её сына якобы есть какая-то любовница на стороне. Выслушав не очень долгий рассказ супруги, Вячеслав затушил недокуренную сигарету, а затем, взяв в руку бутылку пива, которая уже успела согреться и не была настолько холодной, какой была ещё минут 15 назад, снова откинулся на спинку стула. «Ты же понимаешь, что ты могла что-то не так понять?» — спросил он у Марины, глядя ей прямо в глаза. «Мама могла что-нибудь приукрасить, что-нибудь соврать или солгать. Марин, зачем ты воспринимаешь её слова близко к сердцу? Да и знаешь, если честно, я сомневаюсь, что моя мама на такое способна». Но Слава уже проболтался. Он уже сказал, что Анфиса Сергеевна может что-нибудь приукрасить или соврать, и у Марины не оставалось никаких сомнений, что муж и сам это прекрасно знает. Ещё больше Марине добавляло уверенности в своей правоте то, что муж сразу после этих слов, что называется, переобулся. Но жена ему не верила. «Слава», — сказала она прищуренным взглядом, смотря ему в глаза, «признайся, что ты сам уже устал от всего этого. Это продолжается только второй день, но уже и тебя это очень хорошо вымотало. Почему ты продолжаешь это терпеть?» Злости и раздражённости Марины, казалось, наступил конец. Она уже не была такой злой, а будто искренне пыталась разобраться и выяснить настоящую точку зрения своего мужа. И действительно, для неё это было очень и очень важно. «Что я продолжаю терпеть?» — переспросил Петров. Но Марина отчётливо услышала, как голос мужа дрогнул. Она снова убедилась в том, что муж сам привирает. «Да это всё», — уверенно произнесла она, а затем увидела, как глаза Вячеслава забегали из стороны в сторону. Слава явно волновался. «Ты продолжаешь терпеть собственную маму. Я же помню твою реакцию ещё вчера утром, когда она только-только позвонила. Ты явно был недоволен тем, что она собирается приехать. А теперь ты сам якобы не против того, чтобы она здесь задержалась, да и всем показываешь, что ты за. Ты обманываешь не только маму, меня или Колю. Славик, ты в первую очередь обманываешь сам себя». Тяжело вздохнув, Вячеслав выдержал паузу. Прошло несколько секунд, прежде чем он заговорил. «Да», — подтвердил он, — «да, я пытаюсь сам себе навязать, что меня это не раздражает. Марин, пойми, мне очень сложно признаться самому себе в том, что моя собственная мать меня бесит. Я пытаюсь жить так, как постоянно ты учишь жить Колю. Мол, нужно принимать всех своих родственников, такими, какие они есть. Я ведь не могу изменить свою маму, Марин». «Славик, ты, кажется, не очень понимаешь», — попыталась объяснить супруга. «В первую очередь нужно быть честным и искренним, а уже потом, основываясь на этом, пытаться принять всех вокруг такими, какими они являются. Но сейчас тебе нужно просто признаться самому себе в том, что твоя мама тебя раздражает». «И тебя тоже», — добавил Петров. «Я прекрасно понимаю, что она раздражает тебя, да и меня. И я отчётливо вижу, что она раздражает ещё и Колю, но что я могу с этим поделать?» «Как минимум, ты можешь всё это прекратить. Даже не ты, а мы можем всё это прекратить. Мы приехали сюда отдыхать, а не слушать бесконечные сплетни Анфисы Сергеевны, Слав. Не пойми меня неправильно, я очень люблю свою свекровь и готова принять её такой, какая она есть. Но я не готова принимать её с её недостатками в тот момент, когда я хочу сама отдохнуть. Ведь у нас с тобой были совсем другие планы на этот отдых. Неужели терпеть твою маму, не так ли?» В тот вечер состоялся серьёзный разговор между Вячеславом и его матерью. Когда они с Мариной поговорили, они вместе зашли домой и направились в сторону гостиной, где в этот момент Анфиса Сергеевна разговаривала со своей подругой по телефону. Безо всякого чувства такта уже уставший от всего этого кошмара Вячеслав просто перебил свою маму, пока та говорила по телефону, и вынудил её повесить трубку. «Мама», — сказал он очень строго и достаточно громко, чтобы она смогла его услышать и прекратить изливать поток своих мыслей своей подруге. «Мне нужно серьёзно с тобой поговорить. Даже не мне, а нам с Мариной». Попытавшись отмазаться тем, что она сейчас разговаривает по телефону, а после того, как она закончит говорить с подругой, они обязательно обсудят все вопросы, она продолжала болтать с подругой. Но Вячеслав настоял на своём. Он прибавил своему голосу мужественности, понизил тональности и с ещё более серьёзной тонацией сказал, что поговорить им нужно именно сейчас. В это же время со второго этажа спустился Коля. Он вышел на кухню, чтобы сделать себе чай, но только-только оказавшись на первом этаже, услышал, как его отец грубым голосом обращается к бабушке. Парень сразу смекнул, что намечается что-то интересное, поэтому незаметно прошмыгнул в гостиную и встал в пароходе, прислонившись к стене. Марина стояла чуть позади Вячеслава, пока он пытался отвлечь свою маму от телефонного разговора. Она сама не знала, почему и как так получается, но внутри неё сейчас играли два противоположных друг другу чувства. Одной половиной своей души она чувствовала, что ситуация уже близка к развязке, что сейчас муж поговорит с Анфисой Сергеевной, и всё наладится. Но другой половиной ощущала очень сильную тревогу, боязнь того, что что-то пойдёт не так. И оба эти чувства, что самое интересное, были настолько отчётливыми и уверенными, что какого из них придерживаться окончательно, Марина не поняла до самого момента, пока муж не начал высказываться о маме. Он говорил хоть и грубо, но всё же уважительно. Анфиса Сергеевна, которая впервые была вынуждена прервать свой собственный монолог, чтобы выслушать сына, была шокирована тем, о чём он ей говорит. Вячеслав прямо говорил о том, что им с Мариной уже надоела её бесконечная болтовня. Но всё же они готовы были терпеть её до одного момента. Он решил уточнить у мамы, правду ли сказала Марина, и действительно ли сама Анфиса Сергеевна в телефонном разговоре с подругой упомянула о его якобы похождениях налево. «Что ты такое несёшь, Славик?» максимально удивлённым голосом вопрошала пенсионерка. «Ты думаешь, я буду нести про тебя какую-то чушь? Я-то знаю, что ты верный человек, что ты никогда не стал бы изменять своей жене, Мариночке. Я уверена, что у вас очень крепкая семья, которая стала ещё крепче после появления на свет Коленьки. Да, я не могу забыть то, каким ты, Казановой, был в подростковом возрасте и девок менял как перчатки. Но я ведь знаю, что ты не такой сейчас. Ты же изменился, Славик!» «Марина мне сказала иначе», — ответил Петров настойчиво. «Она сказала, что ты веришь каким-то слухам, что я свою коллегу, извини меня, обрюхатил». «Вот дела!» — с интересом подумал Коля, который смотрел за всем этим со стороны. Он никогда не мог бы подумать, что его отец будет разговаривать так с его бабушкой. Кажется, иногда даже родители могут поучиться у своих детей некоторым фишкам. «Сынок, это всего лишь слухи!» — воскликнула Анфиса Сергеевна. «Ты думаешь, что я действительно в них верю?» «Нет, конечно, я не собираюсь лезть не в свои дела. И если эти слухи не совсем слухи, то я не буду тебя осуждать. Но пойми меня правильно, я ведь не могу доверять всему, что я слышу. Но и не доверять не могу». «Мама, мне это уже надоело», — всё тем же спокойным, но ещё более грубым голосом ответил Вячеслав. «Ты вечно пытаешься усидеть на двух стульях. Ты противоречишь сама себе. Сколько это может ещё продолжаться? Мам, мы с моей семьёй приехали на дачу, чтобы отдыхать, а не чтобы каждый день думать о том, куда бы убежать от твоей бесконечной болтовни. Ты только и делаешь, что говоришь и говоришь, вообще не давая проходу никому здесь». «Сынок, я вас так давно не видела», — ответила мама. «Я так соскучилась по вам. А вы вот так, да? Вам, оказывается, моя забота не нужна, да?» «Нужна, мам, но не в таких количествах». Анфиса Сергеевна сделала такое выражение лица, которое очень трудно описать, но в нём прослеживались нотки таких её чувств и эмоций в тот момент, что Марина, наблюдая за этим, сразу же поняла, что свекровь уже приняла, что она проиграла в этом споре. Ей явно нечего было ответить, потому что после слов своего сына она тут же замолчала. «Хорошо», — сухо ответила она, вставая с кресла. «Я вас поняла, ребята. Если вы не хотите видеть меня, пока вы отдыхаете, то я не буду утомлять вас своим присутствием. Я пошла собирать вещи. Я возвращаюсь обратно домой». Никто не стал задерживать Анфису Сергеевну на даче. Именно в этот момент Марина окончательно почувствовала облегчение, словно огромный камень или даже булыжник рухнул с плеч и раскрошился на маленькие камешки у её ног. Можно было с облегчением выдохнуть. Следуя к выходу из гостиной, Анфиса Сергеевна столкнулась со своим внуком. Она остановилась возле растерянного мальчишки и очень серьёзными глазами посмотрела в глаза ему. «Ты тоже против меня, да, внучок?» Очень растерженно спросила она. Коля ничего не ответил. Он настолько растерялся, что не мог даже отойти на шаг назад, чтобы пропустить бабушку к выходу. Ей пришлось протискиваться между внуком и стеной, чтобы покинуть гостиную комнату. Собрав свои вещи, что заняло порядка полутора часов, потому что все вещи пенсионерки уже были разложены по шкафам и тумбочкам, она незамедлительно вызвала такси. Она практически ничего не говорила всё это время, хотя в душе было очень настойчивое желание высказать своему сыну и его семье всё то, что она хотела бы сказать в ответ. Но она и сама понимала, что любое слово, которое она скажет, сыграет против неё. Такси приехало достаточно быстро, потому что Анфиса Сергеевна вызывала местное, а не из города. Вячеславу всё же пришлось проводить маму до калитки, где она, глазами наполненными какой-то злобой, посмотрела на него, но ничего не сказала. Она молча села в такси и уехала домой. Чуть позже, спустя пару дней, Вячеслав позвонил маме и поговорил с ней ещё раз, когда и он, и она уже остыли. Сыну удалось убедить маму в своей правоте, и та признала, что и сама понимает, что она стала до боли навещивой. А семью Петровых теперь ждал очень хороший двухмесячный отдых, спокойный и умиротворяющий.